Друзья, всем привет! Сегодня солнечная погода. Растюшечки мои радуются. Такая погода ожидается у нас в ближайшие два дня, а потом опять будет холод. Ну, будем держаться. Сегодняшнее видео я хотела посвятить крестатным эхивериям. Ну, скажу несколько слов. Я многого, конечно, и не знаю про крестатные эхиверии. И, если честно, мне они не очень нравятся. Я люблю больше классические розетки. Вот такого плана. Чтобы была розочка. Чтобы смотришь на розетку, и форма очерчивалась. Видно было строение розетки. Меня больше привлекают такие формы. Вот эта розетка нормальная. То есть здесь в горшке две розетки. Ну, эти две детки выросли из одного листа. И получилось две розетки. То есть они просто спаренные. Но у них явно очерчена форма. Явно видно сердцевину одной, сердцевину другой. То есть она не крестатная. Что же такое крестатная эхиверия? Многие путают крестатность с многоголовостью. Вот я постараюсь объяснить. Крестатная розетка это вот такая. Вот такая, когда точка роста начинает аномально разрастаться. И происходит деформация ствола растения. То есть ствол утолщается. Он становится плоским. Вот смотрите. Он просто вот такой форма гребня. Плоский, узкий. И на нем начинают хаотично разрастаться листья. То есть здесь мы не увидим центра розетки. Сейчас приближу вот так. То есть видите, здесь как бы листик нарастает друг на друге. И получается вот такой интересный зигзаг. Но этому растению уже около, наверное, трех лет. Это достаточно взрослое растение. Гребень у него уже толстый. Это эхиверия пульвината фрости крестатная. Вот ее сородич. У меня нет обычной фрости. Не крестатной. Ну просто обычной нет. А это вот ее сородич. Это тоже из-под вида пульвинат. Называется это пульвината Руби Бланш. То есть у нее края листьев краснеют точно так же, как у Пул Оливер. Только у Пул Оливер у нее острые листики. Такие геометрические. Вытянутые. А эти больше круглые. Вот здесь мы видим, что эта розетка одиночная. Здесь есть центр роста. Листики друг за дружкой вылезают и образуют. Образуют такую форму, напоминающую формы раскрытого бутона. А в крестатной, конечно же, наоборот все. Здесь, как я уже сказала, ничего не видно. Точки роста здесь определенные нет. Здесь, если присмотреться, куча точек роста. И невозможно понять, где начальная. Вот на крестатных эхивериях очень часто, потом в процессе роста, очень часто могут возникать обычные розетки, которые можно отсоединить. И она будет расти у вас, но уже не будет крестатной. То есть вот здесь, рядом на этом гребешке, может вырасти обычная розетка вот такого плана. Это тоже очень часто встречается в крестатных эхивериях. Конечно же, крестатность это, конечно же, ненормальность. То есть что-то пошло не так, и розетка решила расти вот именно таким образом. Отчего это происходит, до конца не изучено. Можно сказать, даже вообще не изучено. Считают, что крестаты появляются тогда, когда изменяются условия содержания растений. То есть резкий какой-то перепад условий. Либо они у вас росли нормально-нормально, потом что-то пошло не так. Либо резкая смена температуры, либо смена грунта. И вот что-то там у них в мозгах происходит, и они решают закрестатиться. Вот то же самое можно наблюдать на эхивере Агавоиде Сред. Вот эта эхивере, она обычная. То есть форма розетки обычная, классическая. А вот эта форма розетки, она крестатная. Она немножечко подгорела на солнце, но это ничего страшного. Следующие там листики растут нормальные. Вот здесь мы видим уже такой гребень. Агавоидная, кстати, тоже очень любит крестатиться. Вот смотрите. Я снимаю, солнце светит, слепит, и я практически даже не вижу, что я снимаю. Но я надеюсь, что она попала в экран. Вот гребень там такой. То есть точка роста здесь точно так же нарушена, и листики из центра начинают расти хаотично. Очень часто путают такие растения с многоголовыми. Вот, допустим, лист. Сейчас приближу, если получится. Вот лист эхиверия верона. Можно так просто мельком посмотреть и сказать, что да, она крестатная. Но на самом деле здесь просматриваются розетки. То есть они просто плотно растут сейчас друг к дружке, потому что они еще маленькие. Но центр розеток уже просматривается. То есть можно определить, что вот на нас смотрит мордочкой одна, вот здесь чуть-чуть повернута другая, там еще третья. Просто они сейчас сросшиеся. Вот у меня есть еще такой интересный экземпляр. Я еще пока не знаю, крестатный он или нет. Когда она была поменьше, видно было, что она была крестатная. Но мне кажется, сейчас она начала разделяться, потому что у нее начали уже появляться отдельные макушечки. Это тоже эхиверия верона. Но я, если честно, вот в природе у людей, в коллекциях, ни разу не видела крестатную верону. Поэтому я не знаю. Но она любит многоголовиться. Да, из листа бывает несколько деток очень часто. Но вот крестатные формы я не встречала у вероны. Ну вот видно, что ствол у нее... Не знаю, как же повернуть. Я ничего не вижу, что снимаю. Видно, что у нее ствол пока не разделен. Да что ж такое-то, а? Ну не знаю, получится или нет. Вот видно, что вот эта вся шапка листьев растет на одном стволе. То есть от каждой головы ствола еще нет. Но посмотрю, что с ней дальше будет. Я все-таки думаю, что она разделится. Что она не будет крестатной, потому что уже сейчас заметно вот это разделение. Ну а там кто-то знает, как она повернет, в какую сторону. Может быть, она опять решит закрестатиться. Но пока вот так. Очень интересный экземпляр. Я эту детку хотела продать, но потом смотрю, что она такая очень интересная. Но я ее оставила пока для эксперимента. Вот с вот этим черным принцем у меня в прошлом летом то же самое было. Вот он начал расти. Сейчас. Вот он начал расти. И когда он был поменьше, вот эти розетки были прям сросшиеся. Особенно когда во младенчестве, когда он только начал появляться из листа. Думаю, ну 100% крестатный черный принц. Потом по мере роста у него начали отделяться головы. То есть уже сразу стало заметно, что это не крестатность, а просто многоголовость. Ну, он был крестатным, но он решил раскрестатиться. Такое бывает у крестатных эхиверий. Это тоже связано с условиями содержания. Возможно, с генетикой. Но нет точного определения, почему крестатится растение. И вот сейчас у этого черного принца две головы растут на одном стволе. То есть они не делятся. Ну, их, конечно, можно разделить, но это будет с большим ущербом для растения. А вторая голова, она растет отдельно. Я вот эти две головы Ириша. Сегодня я тебе их срежу торжественно. Изумрудные сюжеты. Они поедут в Москву. Ну, вот он в такой тесноте сейчас сидит. Я ее не пересаживала. Ну, из-за того, что у меня мало места в этом стаканчике. Как бы, он знаете, чем хорош? Его можно сжать. Его ему можно придать. Он бумажный. Ему можно придать и такую форму, какую ты хочешь. Вот. И очень удобно куда-нибудь пропихивать между своих горшков пластмассовых, которые не гнутся. Вот можно удобно его запихать. Вот этим вот он хорош, этот стакан. И я его поэтому не пересаживала. Но вообще, конечно, здесь растение немножечко замучено. Но оно здоровое, оно растет, развивается. Но волю листьям оно для раскидывания не дает. Потому что некуда раскидывать. Некуда. Во-первых, тут три головы. Они сжаты. Особенно вот средняя голова она сжата. Но когда она сядет в другую емкость, эти листья сразу расправятся. Она дней, наверное, за четыре, за пять, она уже станет обычной розеткой. Вот такой. И следа от того, что она была когда-то сжата и сидела в середине, даже не останется. Вот еще один пример тому, что эхиверии раскрестачиваются. Ставлю на паузу, ловлю угол. Потому что я ничего не вижу, что снимаю. Не знаю, будет видно вам. Переснимать видео, ну, нет времени просто. Вот смотрите. Вот начало вот этого ствола. Оно широкое. То есть изначально вот этот побег, он был крестатный. На нем было несколько головок, которые были сросшиеся. Ну, потом, видимо, условия были хорошие. И она решила разделиться. И теперь от каждого вот этого крестатного бывшего ствола... Не знаю, сейчас положу ее, наверное. Но я не могу так показать. Ложись. Так и быть уж, потом камушки соберу. Но все равно я ничего не вижу. Но надеюсь, в камере будет лучше. Вот он ствол. Тут сухие листики. Вот он ствол. Вот видите, он идет на конус, то есть с расширением. Вот в этот момент она крестатилась. Потом условия изменились. И этот ствол разделился. И стало уже три ствола. Потом впоследствии эти три ствола разделились еще на два. Вот этот еще на три. Ну, то есть крестатность эта ушла. И просто получилась многоголовость. И сейчас она смотрится просто как многоголовое растение. Это хиверия суйон. Кстати, суйона, они очень любят крестатиться. Ну, вот мне повезло, не повезло, не знаю. Наверное, повезло, потому что я не люблю крестатные хиверия. И они об этом знают. И вот они меня слушаются и растут так, как растут. Вот такой вот кустик получился многоголовый, пушистый. Сейчас он покраснеет на солнышке. Ихиверия суйона, она вообще, она кустовая хиверия. Очень много точек роста у нее. Из нее очень хорошо формировать такие вот цветочные бонсайи. Можно просто оборвать вот эти листики нижние. Под этими листиками пойдут новые побеги. И будет такое деревце, голое, с пышными макушками. Ну, очень, конечно, интересно будет. Но мне, если честно, нет времени этим заниматься. И формировать деревья тоже у себя на полках я не хочу. Потому что нет места. Можно, конечно, было поэкспериментировать. Но дело в том, что этот эксперимент потом нужно будет куда-то разместить. Она и так уже от таких угрожающих размеров. Наверное, сантиметров 15 она уже, может быть, даже и больше. Поэтому она скоро достанет до лампы. И это будет очень плохо. Ну, все, поставила суен на место. Что еще хотела сказать о крестатных хивериях? У всех крестатных хиверий листья растут намного мельче, чем эти листья бывают у нормальных их сородичей. То есть за счет того, что плотность листьев большая, им нет места для развития, я так думаю, они уменьшаются в размерах. Вот опять же, если сравнить вот эти две хиверии, вот я их сейчас рядом поставила, вот смотрите, размер листа в этой, хотя горшки у них одинаковые, маленькие. Они тут, конечно, сидят замученные тоже. Но горшочки у них маленькие. Но все равно у нормальной розетки и листья намного крупнее, чем у крестатных. Ну, про различия я рассказала, как отличить крестатную хиверию от многоголовой. А теперь скажу немножко про уход. Крестатные формы, они, конечно же, по капризнее, чем их обычные розетки. Потому что все-таки крестатность – это своего рода уродство. А у родов, даже если взять людей с отклонениями физического развития, с умственным развитием, вот даже если такую параллель провести, то у родов, у них, ну, прошу прощения, что вот это определение я применяю к людям, у людей с отклонениями развития и у растений с вот таким подобным отклонением, которое называется крестатность, у них снижен иммунитет. И поэтому вот эти хиверии, они наиболее капризные, чем обычные хиверии. Поэтому при содержании это нужно учитывать. Поливать их нужно осторожно, потому что крестатные хиверии – у них очень толстый ствол, его очень легко залить, он может загнить. Поэтому шейку крестатной хиверии обязательно нужно просыпать камнями. Но чтобы просыпать камнями, нужно учитывать то, что и в грунте должно содержаться большое количество камней и разрыхлителей. Иначе, если вы жирный грунт засыпете корнями, то у вас просто сгниют за три дня в нем корни, потому что не будет аэрации, и корни дышать не будут. Ну, крестатные хиверии точно так же, они очень светолюбивы. Полив, как я уже сказала, им нужно ограничить. Поливать очень осторожно. Шейку корневую им нужно обязательно присыпать, либо крупным песком, либо гравием, можно циолитом. Это для того, чтобы избежать загнивания шейки. То есть сквозь камни проходит влага быстрее, и она быстро просыхает. И вероятность... Ой, пчела залетела. Мамочка. Выпускала пчелу. Ну, все. Склероз. О чем говорила, не помню. Ну, суть я вам рассказала. Самую суть, вот отличие и уход. Отличие в том, что у крестатной хиверии точка роста развивается хаотично, и розетка впоследствии приобретает форму гребня. Вот такая она получается. Листики растут. И внизу на гребне... А, да, про размножение. Размножается крестатная хиверия только делением ствола. То есть, если оторвать сейчас листик вот от этой хиверии, то у вас просто будет обычная классическая пульвината фрости. Крестатность, она не передается размножением через лист. Только делением ствола. Отрезанием кусочка ствола. Вот, просто делением. Отрезать. Вот так. Здесь все подсохнет. Вот этот срез, он подсохнет. И точно так же укоренится. Потому что на этом стволе в любом месте появляются воздушные корни. Ну, и впоследствии, если его посадить в грунт, то они уже будут не воздушными, а нормальными, развитыми корнями. Вот видно здесь, что воздушный корешок засох. Видимо, когда-то ей не хватало питания, и она опустила воздушный корень. Вот он засох. Все, он отвалился. Я его сейчас соскребла. Листик тут. Короче, за всем надо смотреть. Все это нужно чистить. Вообще, хивери, они очень мусорные растения, но все равно я их люблю больше всех. Ну, вот смотрите, какое чудо. Какое пушистое чудо. Просто вот. Такие прям южички. Не знаю даже, как их назвать. Такие хорошие. Такие мимимишные у них листики. В росте вообще очень симпатичные. И цвет у нее. Вот за счет своего пушения лист-то у нее зеленый внутри. Он у нее вот такого цвета. А вот это вот белое пушение. Ой, солнце спряталось. Теперь я уже вижу, что снимаю. Вот это белое пушение. Оно придает ей такой сизо-голубой оттенок. Я считаю, что она симпатичная. Друзья, примеров было не очень много, потому что у меня нет крестатных хиверий, как таковых. Я уже сказала, что я люблю классические розетки. Ну вот, в росте мне нравится. Гребешок. Гребешок. Один-то гребешок надо иметь в коллекции. У меня еще тем более два гребешка. Вот тот еще у меня гребешочек. Агавоидное. Да, кстати, сегодня смотрела свои убытки в коллекции в связи с содержанием в дождь и в холод на улице. Ну, вроде все отстояли, пока каждую вот прям буквально так горшок не просматривала, но взглядом обижала всех. Ну, секунд по пять задерживала взгляд на розетки, рассматривала. Вроде все нормально со всеми, как бы не сглазить. Ну, вот единственное, рассыпалась одна детка Аполлины. Вот видите, листики прозрачные лежат. С корнями все нормально. Ну, просто вот было переохлаждение, видимо, насытились листья влагой. И здесь резкий холод. И вот так эта розетка среагировала на холод. Причем вот здесь была двойная детка. Одна, которая постарше, у которой уже покрепче иммунитет, она вроде пока держится. Не знаю, может быть, она тоже развалится. Но пока держится. А эта развалилась, листья стали прозрачными. Сейчас приближу, смотрите. Они уже видно, что они как хрустальные лежат. Надо их сейчас просто мне выбрать и выбросить. Вот. Вот. Рядышком Аполлина нормальная. И еще у меня точно так же сбросила два ряда нижних листьев. Агавоидный хиверия Мария. Но она вообще очень капризная. Я ее покупала, наверное, в самую первую свою корейскую закупку. Но себе лично я ее покупала. Аналоги я не привозила на продажу. Просто для себя. Давно я на нее смотрела. Но вот как-то у меня с ней дружба не складывается сейчас. Не знаю, с чем это связано. Я вроде ее и не сильно поливаю. Вот второй раз у нее уже происходит такое. Сначала листья отмирали из центра. То есть становились прозрачными. И точно так же отваливались из центра розетки. Я их все удалила. Розетку вынула, просушила. Несколько дней она у меня лежала. Потом я ее посадила в еще более рыхлый субстрат. И вот сейчас на холодном содержании у нее опять случился вот такой казус. Два ряда нижних листьев отвалились. Но пока сердцевина розетки еще живая. Корешки там тоже я посмотрела живые. И начали новенькие нарастать, беленькие. Поэтому надежда еще есть на то, что она будет жить. Ну а вообще, конечно, это результат адаптации. Вообще корейцы, конечно, хорошо адаптируются. Я бы не сказала, что они прям такие сильно капризные. Что у корейцев там какие-то проблемы с укоренением. Наоборот. Корейские растения сразу дают корни. Сразу пускаются в рост. Но как и все растения, которые на укоренении. Они сначала теряют свою окраску. Становятся блеклыми. Но потом, когда они принимаются. Когда корневая система развиваться начинает хорошо. Вы сокращаете полив. Уже поливаете как вполне адаптированное взрослое растение. И корейское растение точно так же набирает цвет. Поэтому я не хочу на корейцев пожаловаться в плане укоренения. В плане укоренения они прям меня очень радуют. Но вот это агавоидное. Что-то вот какая-то, видимо, капризное. Возможно, этот вид очень капризный. Потому что есть розетки. Есть эхиверии, которые очень капризные в содержании. Которым нужно приспосабливаться годами. Эксперименты проводить и с грунтом, и с освещением. Ну, поэтому экспериментируем. Для этого мы и держим коллекцию. Это же просто интересно. Это просто интересно какие-то наработки делать для себя. Какие-то плюсы-минусы выяснять. Вот не знаю, дотянусь или нет. Мне так нравится вот та кореяночка. Сейчас я вам ее покажу. Может быть, кого-то она и не прельстит. Но мне ужасно нравится ее форма розетки. У нее такие широкие листья. То есть они у нее узкие изначально. А кверху они... Да что ж, нет резкости. А кверху они у нее расширяются. И смотрите, какое интересное строение у нее. Прям такая кубастая кувшиночка. Прям муа! Начала сейчас уже краснеть. Я думаю, она покраснеет. Потому что погода-то сейчас у нас нелетная. Солнышко нас не радует и не балует. Дожди только и все. Да что ж, нет резкости. Вот такая кубышечка интересная. Вот лоуленсис. Тоже кореяночка. Наверное, второй месяц она у меня растет. Очень хорошо принялась. Очень хорошо начала расти. Цвет у нее такой насыщенный уже. Даже несмотря на то, что погода сейчас пасмурная. Ну, прошлой, прошлую неделю. Один день сегодняшний солнечный. Он ничего не решит. За один день они, конечно же, не окрасятся. Но все равно она меня очень радует. Едут такие тоже. И скорее сейчас в этот раз будут в продаже. Постараюсь сейчас на солнце снять цвет у своей любимицы. Нехиверия Блумист. Ну, не знаю. Вот обычным глазом смотришь, когда мощный налет. Нетронутый такой, детственный. Нежные краешки листьев розового оттенка. Ну, просто безумно красивые. Не знаю, снимет эта камера или нет. Просто я сейчас практически не вижу, что снимаю. Ну, силуэт очертания какой-то вижу. Но вижу, что она вроде как в кадре. Кто-то хочет. А это ее родственница. Эхиверия Пикокки. Это Пикокки, а это ее гибрид Пикокки. Ну, не знаю, по-моему, ничего тут здесь не снимается и не снимется. Но на солнце невероятный цвет. Небесно-голубой. Мощный налет. Прям красавица. Ну, все, друзья. Хотела на 10 минут, получилось уже 25. Всем спасибо за просмотр. Будут какие-то вопросы, пишите. Ну, я надеюсь, я так вкратце объяснила отличие крестатных эхиверий от их обычных розеток. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»